Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется наличием 115 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике. Рядом в столице города и республики, в городе Якутске, выявлено 42 новых случая. И необходимо обратить внимание, что тенденцию роста сохраняет, к сожалению, Мирненский район, в котором выявлено 24 новых случая. 14 случаев выявлено в Тампонском районе. Я хочу обратить внимание жителей Тампонского района на необходимость усиленного соблюдения требований, которые установлены в соответствии с указом главы Республики Саха и Якутия, и на недопущение непосредственно его нарушения, которое классически повлекло и возникновение вот этого количества заболевших. По 6 случаев регистрируются в Алданских и Нерингринских районах. В целом еще в 8 районах, и то есть сегодня, в целом всего в 14 районах Республики зарегистрированы случаи. В 8 районах случаи зарегистрировано от 1 до 5 случаев. Необходимо обратить внимание, что оценивая ситуацию за январь, а прошел именно полный январь, в целом идет определенного рода снижение в целом по Республике. Однако есть ряд районов, в которых непосредственно ситуация остается действительно далеко не стабильной, а напряженной. За сутки лабораториями Республики продолжают работать лаборатории как Роспотребнадзора, так и медицинских учреждений. За сутки проведено 1500 исследований, несмотря на воскресный день. Всего с начала пандемии в Республике проведено 923 тысячи исследований. На 1 февраля 2021 года необходимо обратить внимание, что получили уже прививку от новой коронавирусной инфекции почти 19 тысяч человек. Я думаю, что сегодня этот порог мы преодолеем. В том числе за сутки прошло, воскресные сутки прошло, у нас через вакцинируем 485 гражданина. Вакцинация проводится в городе Якутске в 32 районах Республики. Необходимо обратить внимание, что только два района у нас остались без доставленной вакцины. Венобытантайский и Жиганский главой Республики только что на оперативном штабе дано поручение с учетом уже сложившейся ситуации урегулировать вопрос по быстрейшей доставке вакцину, в том числе и в эти УЛУСы. Сегодня активно получают вакцинацию в городе Якутске 7150 человек. В Мирненском районе больше 1000 человек. В Алданском, Вилюйском и Нюрбинских районах. Меньше всего провакцинировано в таких районах, как Ленский, Булунский, Кобяйский, Верхоянский. К сожалению, уменьшилось количество вакцинированных в горном и у Салданских районах. Необходимо обратить внимание, что вакцина является способом предотвращения и распространения коронавирусной инфекции. И, соответственно, сегодня непосредственно все медицинские учреждения республики, а у нас создано уже около 500 прививочных бригад, направленные на то, чтобы проводить вакцинацию населения. Анализ провакцинированных граждан на территории республики показывает, что в основном вакцину прошли медицинские работники, работники учреждений образований, работники социальной сферы. А четвертое место среди провакцинированных занимают работники учреждений, работающих с людьми. Это как в области питания, так и в области обслуживания населения. Поэтому хотим обратить внимание, что сегодня у нас выделены еще отдельные группы, которые подлежат непосредственно обязательному приоритетному вакцинированию. И это прежде всего наши пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Именно для них вакцина является наиболее важным способом того, чтобы непосредственно, прежде всего, само заболевание, если оно вообще возможно или возникнет, оно проходило легче и для того, чтобы не заболеть вообще. Поэтому, ну и конечно же, мы призываем пожилых граждан и граждан непосредственно болеющих хроническими заболеваниями в наши больницы для того, чтобы непосредственно пройти вакцинацию.